Система управления дорожной обстановкой сейчас необходима любому городу. У наших северных соседей Норвегии, Швеции и Финляндии они работают не один десяток лет. Современные технологии позволяют управлять дорожным движением буквально в режиме онлайн. Из единого центра такое в Архангельске появится к концу года. Мы можем подключить к системе порядка 15 светофорных объектов. Для подключения остальных потребуется предварительная модернизация светофоров с заменой контроллеров управления. Уже к концу года мы получим возможность дистанционного управления подключенными светофорными объектами и контроля за их техническим состоянием. Всего в Архангельске 93 светофорных объекта на первом этапе перехода к единой системе организации дорожного движения Горсвет приобретет специальное программное обеспечение, которое позволит дистанционно регулировать фазы светофорных сигналов. То есть в часы пиковых нагрузок создавать зеленые коридоры там, где обычно случаются дорожные заторы, регулируя таким образом интенсивность движения. Сейчас изменения вносят в ручном режиме. Каждый контроллер перепрограммируют отдельно. Наланчик Константин Третьяков уверен, новая система в Архангельске приживется. Они в системе, завязанной между собой, с центральным пультом управления, уже позволяют оперативно изменять направление потоков, увеличивать время и в некоторых случаях даже скорость. Такие корректировки необходимы для того, чтобы настраивать светофоры, исходя из интенсивности транспортного потока и аварийности перекрестков. К примеру, в Архангельске самыми опасными считаются перекресток Маймаксанского шоссе и улицы Мостовой, обводного канала и Уридского, Воскресенской и Тиме и вот этот перекресток Тройского проспекта с улицы Поморской. У автовладельцев, кстати, свои претензии и предложения к организации дорожного движения. Чем больше светофоров, тем меньше аварий. Нет, светофоры желательно помыть бы для начала, потому что многие светофоры грязные и сейчас, когда солнце светит, не видно просто, какой цвет горит. В районе пересечения улицы Кронштадтской и Ломоносова, там большое движение пешеходов, значит, я думаю, что там тоже, наверное, или надо запретить пешеходный переход, или поставить светофор. В крупных российских городах дорожной обстановкой управляют централизованно. К примеру, в Москве из таких диспетчерских контролируют не только светофоры, но и общественный транспорт. Подобные решения в своей комплексной транспортной стратегии предлагала несколько лет назад и дорожный эксперт Елена Сваткова. Она уверена, что при существующей нагрузке и растущей автомобилизации населения, утренние и вечерние пробки в будни станут обыденным явлением быстрее, чем мы можем себе представить. А значит, потребуются новые решения для эффективного управления дорожной ситуацией. Самая система продвинутая, пожалуй, это система, которая замыкается на центральный пункт управления, когда каждый светофор включен в его состав, в его комплектовку инфракрасный датчик, который чувствует теплый металл автомобиля. Оснащение одного светофора устройствами, чувствительными к инфракрасному излучению или всепогодными веб-камерами, может обойтись в среднем от 200 до 500 тысяч рублей. На всю модернизацию придется потратить больше 18 миллионов. В бюджете Архангельска сейчас на это средств нет, поэтому переоборудование городских электрорегулировщиков будет идти поэтапно.